когда счет идет на секунды бобруйчане чуть не лишились крова случае пожара незамедлительно нужно звонить в мчс что удалось спасти из огня парить или курить в могилеве изъяли крупную партию нелегальных вейпов в отношении молодого человека правоохранителями проводится проверка что грозит смышленому бизнесмену не прокатило в бобруйский водитель повредил припаркованное авто и скрылся чем пришлось расплатиться это сирена громкие чп за неделю страшная правда и жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте выгодный бизнес или непростительная глупость правоохранители изъяли крупную партию нелегальных парогенераторов товар был найден в квартире в центре могилева нарушителем оказался 18-летний областной житель он купил за границей 300 флаконов жидкости квейпом 50 устройств для курения с комплектующими всего на 20 тысяч рублей документов на продукцию у бизнесмена нет как и статуса предпринимателя за незаконную предпринимательскую деятельность в отношении молодого человека правоохранителями проводится проверка ему грозит административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин другой нелегальный торговец вейпами инсценировал свое собственное ограбление 17-летний могилевчанин сообщил правоохранителям что к нему в квартиру ворвались четверо неизвестных избили и забрали почти три тысячи рублей в нападении так называемый пострадавший обвинял своего конкурента по продаже электронок позже правоохранители выяснили молодой человек сам разыграл ограбление роли преступников достались его знакомым которые даже не подозревали что происходит он просто попросил товарищей перевести сумки с товаром и деньги в условленное место заложенный донос юному бизнесмену грозит срок до пяти лет лишения свободы еле ноги унесли на выходных в центре бобруйска горел жилой дом пламя вспыхнула в субботу по советской сообщение о пожаре поступило глубокой ночью горел чердак огнеборцы моментально ликвидировали возгорание и спасли дом повреждено только некоторые мужчины помещения под крышей люди не пострадали спасатели напоминают что самой распространенной причиной пожаров по-прежнему остается неосторожность с огнем берегите себя свое имущество и помните что в случае пожара незамедлительно нужно звонить в мчс по телефонам 101 или 112 ранним утром воскресенье огненная стихия хватило и дом на мозорской спасатели в кратчайшие сроки устранили пожар но пламя успело уничтожить перекрытие часть кровли и имущества пострадавших к счастью нет причины выясняются бобруйский пьяный водитель устроил погоню и попал в аварию около четырех утра внимание на ряд дпс привлекла шкода которая выезжала заправки на гагарина сотрудники гаи подали требование об остановке который водитель проигнорировал и нажал на газ в итоге шофер не справился с управлением и влетел в дорожный знак а свидетельство не показала 1,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе в отношении мужчины составлено 4 протокола справедливость все же есть или все тайное становится явным госавтоинспекция привлекла к ответственности нерадивого автомобилиста в одном из бобруйских дворов водитель митсубиши въехал в припаркованное пижо после столкновения не выходя из машины скрылся с места происшествия инцидент попал на камеру видеонаблюдения нарушитель установлен на 25-летнего горожанина составлено три протокола ему грозит штраф и лишение прав до двух лет вождение без правил в могилевской области задержана водитель женщина 38-летняя жительница костюковичей управляла вазом при проверке документов сотрудники милиции учуяли запах алкоголя а свидетельствование показала 1,4 промилле женщина пояснила выпила с горяча после бурной ссоры с мужем гли напоминает садиться за руль в нетрезвом виде опасно для всех участников дорожного движения без права на ошибку в бобруйском районе прошел учебно-полевой сбор курсантов мчс за несколько дней спасатели проверили полтысячи домов в фокусе внимания печное отопление пожарные извещатели и газовое оборудование в рейд отправилась и наша съемочная группа достучаться до каждого именно с этой миссии сотрудники мчс отправляются в лекерту особое внимание к детям и пенсионерам ведь так чаще всего выглядит портрет жертвы пожара самая распространенная причина неосторожное обращение с огнем брошенная посреди комнаты спичка или забытый на плите ужин в домовладениях социально уязвимых категорий граждан информируются заинтересованные субъекты профилактики с целью оказания помощи в приведении домовладений пожаробезопасное состояние спасатели обращают внимание на каждую деталь отопительный сезон в самом разгаре поэтому первым делом осматривают печи и акцентируют маленькая трещина может привести к большой трагедии минимальный размер притопочного листа 50 на 70 сантиметров сушить вещи и дрова запрещено даже вблизи мы даем непосредственно скажем так подсказки советы важные как человеку остаться в безопасности и уберечь дом от пожара не наказать а указать на возможные существующие какие-то недостатки ошибки для того чтобы человек жил в безопасности превратить жилище факел пламя способна буквально в считанные минуты непобеленный дымоход захламленный чердак старая электропроводка нарушение огнеборцы фиксируют одно за другим к счастью есть те кто осознает ценность жизни у нас в доме никто не курит пожарный извещатель установлено мы следим за их работой газ не оставляем без присмотра два с половиной месяца и 163 пожара только 41 из-за неисправного отопительного оборудования в могилевской области беспечность забрала жизни 21 человека жуткая статистика в очередной раз доказывает безопасность нельзя отложить на потом елизавета липеева станислав чечерин сирена это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в youtube и соцсетях я кристина рианц увидимся через неделю и